Девушки отдыхают Новый проект ТНТ-4 И твой шанс попасть на телек Не только через постель Но и через сайт Сними на видео, как ты заказываешь Любимый номер Камеди Отправь его нам и засветись в эфире Вместе с резидентами А чтобы юридическая сторона вопроса Так и осталась в стороне Твое видео должно начинаться или заканчиваться Фразой Снимай это видео, я прошу показать его В эфире телеканала ТНТ-4 Поставь по-братски С понедельника по четверг в 18.00 Премьера на ТНТ-4 Привет ТНТ-4 По-братски Поставьте номер Дракакула, Рева и Галустян Очень интересный, самый лучший номер По-братски Впервые здесь, на фестивале в Сочи Мы покажем настоящий, леденящий кровь Фильм ужасов Итак, встречайте для начала Илья Соболев, Антон Иванов И Александр Рева Показывает кинокомпания Уорнер Шморнер Бразерс Сочи Пятница 13 Гостиница Адлер Дом номер 13 Подъезд 13 Этаж 13 Гостиничный номер Шестьсот Шестьдесят Один В сумме 13 Кровожадный вампир Граф Дракула Сидел в своем гостиничном номере В Сочи В кресле, обитом кожей Шестидесятилетней девственницы И разговаривал со своими сыновьями Дрочикулой И Дракакулой Наш род вампиров Сосет кровь уже шесть тысяч лет Мой отец сосал Мой дед сосал Мой прадед сосал А как сосала моя прабабка Но вы, дети мои Меня расстраиваете Но что мы делаем не так? Отец Посмотрите на себя Ты постоянно пересасываешь А ты не досасываешь Но Я устал сосать в Сочи Я хочу в Москву Нюхать Запомни, Дрочикула В Москве нюхают те, кто хорошо сосет Но Отец Тогда что мы делаем в Адлере? Поехали обратно в столицу Да, Москва это наш город Москва это город вампиров Там никогда не бывает солнца Там в десять утра уже пять вечера Там летом всегда осень А осенью всегда зима А как я люблю москвичей Они такие злые, неприветливые люди Особенно, когда стоят в пробке на МКАД Отец, а что такое МКАД? МКАД? Это московский кольцевой А А здесь в Сочи совсем по-другому Да Здесь зимой лето Весной лето А летом вообще жопа Да А здесь всегда солнце Люди, люди такие приветливые Они улыбаются Это меня раздражает Поэтому, сыновья мои Мы должны захватить этот город Сочи И сделать из него такой же мрачный город Как Москва Но как мы захватим Сочи Если завтра ровно в 12 часов Нас выселят из номера Да Даже я, Дракула, бессилен Перед такой страшной силой, как рецепшн Отец Дракула придумал Давай продлим номер Нет, сынок Мы не сможем Смерть Цезаря стоила римлянам дешевле, чем салат Цезарь в рум-сервисе Ничего Ничего Я сделаю все возможное, чтобы мы победили Мы захватили этот город Слышите? Вы слышали? Вы слышали? Прячьтесь Прячьтесь Это пришел счет за рум-сервис Прячьтесь Иди, посмотри Скажи, что нет никого Скажи, что все умерли Иди Я? Иди Иди Посмотри, что там Почему я отец? Почему это ты отец? Это я отец Давай, пошел Ага Странно Ну что, вот я и нашел тебя Ты кто такой? Я граф Галуччакула Галуччакула Вот Ты попался Галуччакула Посмотрим в Википедии Посмотрим Так, молекулы, кутикулы, фолликулы, тестикулы Вот Галуччакула Галуччакула Сочинский вампир из древнейшего рода Армякул Обладает огромной носякулой, бородакулой и волосатой сракулой Что ты хочешь от меня, Галуччакула? Убирайся из моего города Сочи – это моя территория Слишком поздно Я уже постепенно начал завоевывать, захватывать этот солнечный город Со всех регионов съезжаются сюда мои друзья-упыри Какие еще упыри? Кинотавр Новая волна Ярмарка башкирского меда Это ты все? Это ты убирайся Иначе знаешь, что я с тобой сделаю? Я присосусь с твоей шеи и буду Хватит говорить со мной на Абхазском За меня пойдут такие московские упыри, которые сосут по ночам кровь из людей ЖКХ-кула Эвакуакула Ипотекула А за тебя, Колустякула, кто пойдет? А за меня пойдут сочинские упыри Слыхал таких? Таксикула Гипотедекула Шашлыкула Чурчхекула И все сочинские восякулы Восякула Война так война Сегодня, в пятницу 13-го Из этого номера 661 гостиницы Адлер Выйдет только один из нас Хорошо, я согласен И останется единственный хозяин Сочи Да Понеслась Понеслась Мама Люба, давай, давай, давай Почему мне так плохо? Мама Люба, давай, давай, давай Что это? Это серебро А я сделаю с тобой то, что делает армянин с мясом Отжарить меня хочешь? Тогда я сделаю с тобой, что делает толстая жопа со стрингами Заживать меня хочешь? Тогда я сделаю с тобой то, что государство сделало с пенсионерами Поднасрать мне хочешь? Так, молодые люди Выселяемся из номера уже 12 часов дня Я сказала О, перегаром на меня дышать не надо Значит так Ваш кинотавр давно закончился Поэтому Панин Ефремов Собираем бутылки и покидаем полулюкс Я сказала Я сказала Моя территория Ха-ха, смешно. Наша Раша. Гуляй, рабочий народ! Камеди-клаб-классик. Олдскул Уайт Стар. Зайцев плюс один. Альфа-самерцы, сам себе господин! Улица. Смотри, как в детстве трехлитровая? Не знаю, я в детстве пивом не увлекался. Чем? Слушай, от кого так, кто там банит? От вас. Деньги или позор? Дядя Витя, что случилось? Мне с ростом нужно потрогать грудь. И универ. Едем ко мне на рублебройдный период? У меня там одношко. Все майские выходные. Ты будешь счастлив! На ТНТ-4. Привет, меня зовут Дима, я из Тулы. Обожаю творчество Юрца в исполнении Корибидиса. ТНТ-4 по-образски, поставь его номер просвету. Случай в студии звукозаписи. Под вас аплодисменты. Так, ребят, музыканты, уже 10 часов вечера. Давайте сейчас рекламный джингл запишем и домой пойдем. Валера, включай запись, поехали с фа. Слышим гитара. Валера пишется, нормально все? Здорово, пацаны. Так, стоп, запись. Здорово. Студия звукозаписи же здесь у вас. Да, студия звукозаписи. Юрец меня зовут. Андрей. Дмитрий. Очень приятно. Как премьер-министра нашего у тебя все нормально будет. Юрец. Зураб. Грузин? Да. Хвичу знаешь? Нет. Познакомлю. Пацаны, вы прикольную песню сейчас спели, когда я заходил. Да, это мы для телевидения рекламу порошка записываем. Че за беспредел, уже порошок по телеку рекламируют. Короче, давайте объясню проблему, да, какая существует. Послушайте, пожалуйста, вы от Альфреда. В смысле? От директора нашей студии звукозаписи. Не тем человеком прикрывайтесь, пацаны. Если надо, что бы было от Альфреда, давайте буду от Альфреда. Да не, не надо, все нормально. Сейчас позвони вашему Альфреду весь сагунду поговорить. Он мне нужно звонить, что поговорить. Объясни, я ему жизнь объясню, батарейка на тебе. Да ничего не надо разбежать, нормально. Просто к вам человек зашел, вы начали не с того разговоры. Да прекратите, все хорошо. Да не, Юрец, вы не обидеваетесь. Говорите, что вам нужно, он вам поможет. Короче, я девчонку свою с 8 марта не поздравил, понял? Че-то вы припозднились. Братан, я с 23 февраля в сауне был, понимаешь? Так долго? Че ты как проститутка разговариваешь? Давай, короче, запишем песню, да? Как песня будет называться? Четкая любовь. Неплохое название, да? Четкая любовь, нормальное название. Давайте сначала определимся с вашим голосом. Вы баритон? Ты кого баритоном называешь? Пойдем, я тебе выйдем, объясню, кто здесь баритон или че. Да нет, вы поймите, просто надо определиться, что... Определитесь, как вы разговариваете. Вы музыкант или еще один, да? Давай приведите, на кого вы там надеетесь. Это тембр голоса. Просто вы, пацаны, не так разговариваете. Вот я баритон. Я баритон. И я баритон. Вы педики? Нет. Тогда я тоже баритон, давай. Значит так, предлагаю, начнем с фа, потом насыпем лупов, дальше интегрируем в саундфорж, потом зальем в нуэндо, с частотой дискретизации 48 тысяч килогерц, пустим на мастеринг. Братан, ты сейчас выходил, когда я объяснял? Короче, надо девчонку сразу заинтересовать, понял? Прямо отсюда позвоним, чтобы ее заинтересовать сразу. Ну, типа. Ты самая красивая на свете. А может быть, вот так? Ты разбиваешь сердце мне своею пустотой. Не, не, не то. Ты не придешь. Да нет, слушай, я тебе говорю, надо заинтересовать. Там вот так, смотри, вот на чистых клавишах играй. В смысле? На белых, смотри, там. Света, в Литуале сегодня скидки. 70% это вы мне помогите. Света, в Литуале сегодня скидки. 70% И ты сделай скидку, Юрцу. Здесь поддержите меня. И ты сделай скидку, Юрцу. Пожалуйста. Да нет, пацаны, что вы синхронно поддерживаете? Она поймет, что это палево, что мы репетировали. Ну а что петь-то так? У кого что на душе есть, то и скажите просто. Света, в Литуале сегодня скидки. 70% И ты сделай скидку, Юрцу. Нет, не реально скидку. А ты что-то сейчас так ведешь? А ты что-то скажешь по другому. Просто по себе поджигательность. Что ты сейчас так ведешь? Юрец, извините, давайте продолжим. Давайте. Давайте, я вот здесь предлагаю сделать модуляцию. В смысле? Ну, модуляцию. Своей девушкой будешь модуляцию сделать. Мои песни напишем, давай. Давай. Света, у меня до тебя было много девчонок. Сделай много девчонок. Сделай. Какие четыре, братан? У меня на курсе только 40 было. Сделай прям, сделай прям так. Да, да, вот так все. И вот здесь задержись. Почему? Это Таня несколько раз у меня была. Света, у меня до тебя было много девчонок. Но я к тебе отношусь серьезно. Поэтому с ними ни с кем не встречаюсь. Давай дальше. Света, я куплю два билета. Мы поедем с тобой за границу. Тебе в Минске очень понравится. Мы там кайфанем. Слышишь, а можем сделать здесь мелодию, чтобы девчонка кайфанула? Ну ты кайфовал от музыки когда-нибудь вообще? Ну конечно. Ну вот с чего ты кайфуешь? Исполни. Ну я, например, кайфую от... Слышишь, у тебя пианист курит что-то? Нет, с чего он взял. А что он с этого кайфует, я не могу? Это Бетховен. Собака? Это великий композитор. Собака, великий композитор. Он сто пудов что-то курит, братан. Я тебе говорю. Может быть, блюзовый вариант? О, блюзовый вариант, кстати говоря, очень даже неплохо. Да, давайте, давайте, да. Ну вот типа там. Он сто пудов что-то курит, братан, я тебе говорю. Света, 8 марта у тебя. Это сейчас что вы спели? Щу-би-ду-би-ду, пропевка такая блюзовая. Да нет, вдруг она подумает, что я матерюсь. Давайте шубу тебе куплю. Света, 8 марта у тебя. Шубу тебе куплю. Света, поздравлю тебя по полной программе. Шубу тебе куплю. А если где какие-то кавказцы подойдут, что-то от тебя захотят? Да нет, пацаны, тут давить надо. А если какие-то кавказцы подойдут, что-то от тебя захотят? Че ты смотришь? Кирец, это просто... Очень прикольно. Думаете нормально, да, получается? Хит, хитяно. Очень неплохо, да. Да не, мне кажется, это ерунда, пацаны. Надо сделать так, чтобы девчонке понравилось сразу. Слышишь, ты можешь, ты можешь дорно сделать? Да, конечно. Да не, я тебе говорю, дорно сделать, можешь ты? Ну вот. А что ты там ковыряешь? Я говорю, дорно сделай. Вот так. Вот, запомни. А ты давай, пацаны гуляй, давай. Пацаны гуляй. Душой. Пацаны гуляй. А ты красивая можешь что-то спеть? Красивая. Пацаны гуляй. Красивая можешь петь? Я говорю, красивая что-то можешь петь? Есть. Майбах. Майбах. Давай, все вместе, поехали, давай. Пацаны гуляй. Майбах. 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 С восьмой марта тебя поздравляет Юрец. И не надо ломаться здесь. Ты не очень красивая, но я все равно с тобой встречаюсь. Остальные стесняются. Стоп. Не надо стесняться своей любви. Любовь должна быть четкая. Пацанский танец. Самая красивая светю-тю-тю-тю-тю личка. Майбах. 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 Это что сейчас играет? На рингтоне Бетховен. Бетховен? Да. Алло, ты что, накуренная что ли? Ты сквича, я вас сейчас разорву, всех там слышу. Спасибо. Привет, ТНТ-4, меня зовут Гарик, и я с города Белоречен, с Краснодарского окраина. Ребятушки, по-братски, поставьте волю. Это не песня, я имею в виду резидента. Да, 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 по-громче. Классно. Каждый день покажу в интернет, удивляюсь, новые течения какие-то образуются, движения какие-то. Ребята, сейчас внимание на экран. Под ваши аплодисменты классификация интернет-дураков. Есть такие скотчеры в интернете, не знаете? Скотчем. Люди обматывают морду скотчем, выглядит вот так. Это скотчеры, у них свое движение, свое объединение, они знают друг друга. Еще покажите. Девушки занимаются тоже этим, пожалуйста. Планкеры, знаете кто такие? Планкеры, это те, кто ложатся на любую поверхность и просто лежат, а их другие дураки фотографируют. Вот планкеры, пожалуйста. Это целое движение, их дофига, у них огромные группы. Покажите еще. Это тоже планкер. Еще, пожалуйста. Да, ну это знаете, это вот там за границей, так хорошо, круто. Но наши русские планкеры не отстают, они еще круче. Внимание, русский планкинг. Это наши люди, можно встречать аплодисменты, конечно. Наши, кстати, везде опережают всех остальных. Есть такое движение, называется бэтменинг. Это люди повисают на ногах вниз головой на разных поверхностях. Внимание, бэтменинг выглядит вот так. Еще показывайте. Это все бэтменинг, да. Это двойной бэтменинг. Но я нашел фотографию русского бэтменинга, единственную в интернете, круче всех. Внимание. Есть движение оулинг, называется. Садятся как сова на разные всякие предметы и типа это интересно и здорово. Вот так выглядят оулеры. Еще показывайте. Есть оулинг на пересеченной местности. Но я вам скажу честно, оулинг придумали опять же в России. Первый русский оулер. Внимание. Наши оулеры, самые лучшие. Но я нашел фотографию царя оулинга, король оулинга. Внимание. На двух колонках зимовать собрался. Есть офигительное движение, называется фауномодисты. Фауномодисты. Это люди, которые переодеваются в животных. В фэшн-мире это выглядит красиво, очень. В жизни это выглядит вот так. Просто какой-то дурак в коридоре. Еще покажите. Это наш отечественный. Красавчик, посмотрите. Животные, чтобы над ними не издевались. Придумали свое в ответ движение. Собаки придумали свое движение, называется собаки в колготках. Внимание. Ну, конечно, да, понимаете, это хозяева просто какие-то дебилы, которые нарядили собакой. Они, смотри, лежат, терпят. Коты тоже встряли в эту фигню. Внимание. Это обиженные уходят из дома. И есть вот такая вот призывная. Чего только нет, ребята, в интернете. Да. Есть движение, называется багетинг. Когда люди вставляют багеты вместо разных всяких предметов, выглядит вот так вот. В целом прикольное движение. Вот типа она посадила багеты, или вот это вот выглядывает, ну, как бы, сквозь жалюзи багетные. Но в России есть круче движение. Наше старинное движение, которое в пику этому багетингу называется блининг. Это наше. Да, кто-то скажет, какая-то девочка-фрик с проколом там языком слушает металл какой-нибудь страшный. Где-то Воля взял эту фотографию. Ребята, нет. Блининг — это семейное увлечение. Внимание. Да. Да. Впервые фотография, на которой собака самая вменяемая. Как будто это они у нее живут. Я не удивлюсь, есть ли она под столом в колготках. Да? Гениальная фотография. Да трое дебилов не считая собакинами. Я вам скажу честно, мне нравятся все эти люди. Я предлагаю им поаплодировать, потому что они не делают зла. Хотя бы в отличие от многих остальных в интернете. До встречи. Павел Воля. Пока. Привет, ТНТ-4. Поставь по-братски номер с Мариной Кравицей. Песня «Я богиня дискотеки». Я богиня дискотеки, я богиня дискотеки, я пуп мироздания. Я сейчас в центре внимания. Во мне вообще нету изъяна. Я вся вдоль Чехована. Я сегодня в тренде реально. И к тому же я танцую нереально. Танцую нереально, реально, реально. Танцую нереально, реально, нереально. Вокруг столько классных мужчин. Во мне столько водки, рутбула. Вот, не знаю, кто-то страшно. Танцевать одно не вижу я причин. Я, 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 я бы с кем-нибудь туснула. С кем-нибудь туснула, 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 туснула. Уснула я бы с кем-нибудь туснула. У-у! Чётко мне никто не подходит. Чётко мне никто не подходит. Ща выпью и к ней подойду. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё ко мне никто не подходит Всё, я выпил, подхожу А кто-то ко мне подходит Всё, я выпил, подхожу Ой, чё за лох ко мне подходит Я выпил, подхожу Чё за лох? Я подхожу Чё за лох? Я выпил Чё за лох? Я выпил Лох? Подхожу, да тут еще надо выход. Явно ему нужен секс. Интересно, как ее зовут? Интересно, а он богатый? Интересно, она одна? Ой, сейчас будет знакомиться. Наверное, не одна. А че он такой несмелый? Все, давай, чмошник, соберись. Давай, лошара, знакомься. Наверное, она с мужем. Рысь, краб, мышь, сыч. Ой, еще один. На видать. Рысь, мел, краб, мышь. Зысь, вязь, зур, нгла. Рысь, шта, што. Крыл, крыл, крыл. Двея покурил. Я, воиня, дискотеки. Может, сможем. Рысь, зысь, надо выпить. Что, кто? Воиня, можем. Свет, воиня, дискотеки. Надо выпить, покурил. Надо выпить, покурил. На видать. Вау, какие парни. Наверное, это ее муж. Интересно, они вместе? Четко мне никто не подходит. Я, богиня дискотеки. Я, богиня дискотеки. Я, богиня дискотеки. Я перебрал на дискотеке. Спать, 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 спать. Я, богиня дискотеки. И урал на дискотеке. Андрей Аверин, Митрик Досорогин, Марина, Кравец, и наш друг Андреан. Мы вас поздно. Андрей Аверин, Митрик Досорогин, Марина, Кравец, и наш друг Андреан. Андрей Аверин, Митрик Досорогин, Митрик Досорогин, Митрик Досорогин, Марина, Кравец, и наш друг Андреан. Андрей Аверин, Митрик Досорогин, 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 Митрик Досор Согласен, и всё. Послушайте, я молодая девушка. Я хрупкое, нежное создание. Я очень хочу спать, не могу работать в таком режиме. Пожалуйста, отпустите меня. Я бы вам уже... Анны, рот. Татька, купи кофе нам, кофе купили. Кофе. Так, короче, давай сейчас просто проговорим. Задачу, задачу какая. У нас есть озеро, да, озеро. Песчаный пляж, правильно? Это три опоры. Трихопоры? Да, это... Ты спишь, что ли? Не-не, я просто... Это глаза закрыты. Просто закрыл, ветер дует. Глаза открой, говорю. Я слушаю, я могу... Глаза открой. Вот, ну чуть задремало, но тепло. Сними кофту, если жарко. Так, давай проговорим. Ещё раз, пожалуйста. Смотри, это, значит, мост, это три опоры. Это, получается, что... Ты заснул, что ли? Что? Ты спишь там, да? Нет, я снимаю кофту. Ты спишь в кофте же. Я говорю, долго снимать кофту? Ну ты спишь, сними кофту. Это проблемная кофта, тут пин-коды вводи, тут долго. Потребуется время минут 15-20. А лучше часов 7-8 такого полноценного снятия кофты. Я тебе говорю. Чтоб потом вообще не хотелось кофту снимать. Я тебе говорю, сними кофту. Вот, вот, вот так. Открыты глаза у меня. Посмотри, у нас есть озеро, там 200 метров. Есть. Да, это, получается, мост в стрелке. Ты спишь? Нет. О, есть мост. Ты спишь? Нет. Спишь вот где? В горле храм. И что? Спишь? Я просто вот. Посыпаюсь. Вот, хожу. Ты спишь? Ты же спишь? Нет, нет. Пожалуйста, вот. Вот, где? Слушайте, если вы здесь танцуете, я пойду домой тогда, слышите? Чё, нельзя так людей выйдет, сердце взорвётся? Ты что? Не спи. Годить плю! Ну, какое дело предложить? Кофе принесла, кофе. Да, вот ваш. Давай. Кофе, да. Держите, удачи вам. Сыпь, сыпь. Угу. Ещё, ещё, ещё. 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 Нормально. Ну, как тебе, ну, бодрит? Больше тошнит. Кофе нынче не тот стал. Не тот, совсем. Бодягный. Бодяга какая-то. Короче, чё, в интернете можно? Давай в интернете посмотри, что можно сделать. Так, смотри, короче. Танюш, чтобы не спать, надо пососать лёд, говорят. Это как? Не знаю, сейчас забью отдельно пососать лёд. О, нашёл сайт проститутки Норильска. Смотри. Ты знал, что наша Танечка из Норильска? Да ладно. Ну вот, мой слёд. Слушайте, у меня настолько ослаблен организм, что даже зуб выпал. Пожалуйста, мне надо ехать на вторую работу. Отпустите, а? Не-не-не-не, сгоняй нам за энергетиками, Танюш. Вы с ума сошли? В 7 утра все магазины закрыты. Давай так. Сходи купить 4 грамма кокоса, эфедрина, таурина, дезоксирибозы, элютрокока, туда мате добавь, пуэра. Всё это перемешай, выпей и беги во Владивосток, там открыты магазины ещё. Отличный план. Не спи. Ну да, я задремал немножко, ну что ты, сразу-ка. Давай черти. Короче, давай, давай, сейчас ты черти, я слежу за тобой. Давай. Ага. Значит так, у нас мост, да? Да. В нём три опоры, так? Да, три опоры, три опорочки, это опортьяра. Значит так, этот мост у нас, ну чё он, мост обычный через озеро, да? Да, это озёрный мост, хороший озернистый мост. Ага. Он будет выполнен из чего? Ну из чугуна, да? Самое простецкое мы делаем из чугуна, так? Да, чугунячий, чугунячий. Чугунячий, значит и это же мост что? Железнодорожный, там ездят что у нас, значит, там будут поезда, так? Поезднявые, да, они будут там, чугунячие. Ты внимательно слушаешь. Я хочу внимательно слушать. Этот мост летний. Есть зимний, у нас будет летний, самый обычный мост. Ты понимаешь? Мост самый обычный. Чугун. Короче, во Владивостоке очень много энергетиков, но вы мне не дали денег. Да пофиг этот козёл, заснул, смотри, улыбается. Заснул? А давайте ему сбреем брови, на лбу напишем Гитлер Лох и нас им в карманы. Станьте, чё? А чё, мне ж так сделали, когда я уснула. Чё эти за друзья такие? Такие друзья, это в метро было. Я уснула на парке культуры. Давай, иди отсюда, слышь, вставай. Отец, я не пил твою водку! Придурок, давай, это я сейчас буду следить, а ты черти, ладно? Давай, значит так. Мост, мост, это мост уже. И значит... Убей его. Убей его, и тогда ты поспишь. Убей. Кто это? Кто это говорит? Это мы, ножницы. Мы лежим на столе, возьми нас, и воткни в его спину. Не будь слабаком. Убей его, и тогда ты поспишь. Слушайте, новая тема, чтобы не... Вы что сделали? Ты никому не расскажешь. Нет, я позвоню в полицию. Тогда я убью тебя тоже. Чего? Ты не посмеешь убить мать своего ребенка? Что? Мы с тобой даже не трахались. Ну, ребенок-то есть. А где ты взяла мое семя? Я воспользуюсь услугами профессионала. Чего? Как? Ах, вот что это за мужик? Я добрый гном, живу за печкой. Мне нужно топливо для моего дирижабля. Ты меня подставила? Что? Нет! Нет! Ты разбудил демона преисподни. Что? Великого Влада Цепишевалова из Бэдби Альянса. Чего? Ааа! Ты слушаешь, я говорю, попоры. Я не сплю. Чё ты там? Чё спишь ты? Я не сплю, я не сплю, правда. Придурок. Я не сплю, правда, я. Я не сплю. Чё не сплю? Бормочек, убить, убить ножницы. Бэдби Альянс. Я хотела убить ножницы, а не... Короче, уже восемь, всё, мы опоздали, нас всех уволили. В смысле? Мы всех уволили, я вам серьёзно говорю. Какой? Я уже купила Почта России. Да-да, теперь мы Почта России, поэтому вот вам две тысячи очень важных писем. Быстро донесите их дар директоров. Удачи! Почта России? Ааа. Хоть по спинам. Отлично. Иванов Смирнов в зону, Александр Катербург! Всем большое! Спасибо! Привет, я Алексей из города Ногинска. Я обожаю номер Харламова и Батрудинова про депутатов. ТНТ-4 по-братски. Поставь этот номер. Спасибо. На сцене монстры юмора. Гарик Харламов и Тимур Батрудинов. Камеди Клаб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, дорогие друзья! Ты посмотри на Лешу Чумакова, как он похудел, а ты, мистер Мамон, выперся на сцену. Послушай, у нас взаимозачет. Я высосал из него все. Смотрите на Харламу, у него чуть-чуть виден живот из-под футбола. Ну это кошмар, Харламка. Прекрати. Очень красиво. Ну посмотри на Батрудинов, он качает. Батрудинов качается, плавает, серьезно бегает. Я тоже качаюсь, я не помогаю. Нет, я тебе хочу рассказать, что он сделал себе кинотело Батрудинов. Есть такой термин «кинотело», что он может сниматься с голым торсом в кино. А у тебя, Харламов, радиотело. Я не против. Просто все уже поняли, что у тебя под пиджаком утягивающее белье, понимаешь? Да, да. Если он снимет сейчас футболку, живот вывалится на первые ряды. Это кошмар, кажется. Так, все. Гарик, мне нравится твоё дело. Ты издеваешься на меня вечно просто. Я не издеваюсь, просто посмотри. А ты армянин. Я не знаю, что тебе сказать. На сцене мистер Гамбургер и Тимур Батрудинов. Все хорошо. Все нормально. Хороший мальчик. Мальчик. Виктор Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Павлович, здравствуйте. Сигареточки не угостить. Да угощу, что же не угостить, пожалуйста. О, спасибо. Сигареточки угостили вы меня. О, да. О, посмотрите, что за люди. Что за люди, смотрите, поставили пепельницу. Так. Чтобы люди стряхивали в пепельницу. Ну. Ну, так где угодно пепел, только не в пепельнице. А вы про это? Я про это. Просто обалдели. Никаких моральных принципов. Никаких моральных принципов. Абсолютно. Все мимо. Все мимо. Морали ноль. Ужас. А в интернете знаете, что творится? Значит, ВКонтакте. Захожу ВКонтакте. И там есть группа. Группа есть. Голые бабушки Смоленсков. Да вы что? Голые бабушки Смоленсков. Голые бабушки Смоленсков. Вы представляете? Это каким надо быть моральным уродом. Да. Чтобы это все смотреть. Там главное 500 фотографий. 500 фотографий. Я посмотрел все от начала до конца. Не понял. Не понял. Я не понял. Посмотрел еще раз все. Еще раз посмотрел. Все посмотрел. Не понял. Если не понятно, надо еще раз посмотреть. Еще раз. Я пять раз все посмотрел. Пять раз пересмотрел. Пять раз посмотрел, и я в шоке, я не понимаю, это каким надо быть ублюдком, чтобы все это смотреть. Знаете, сколько там людей? Шесть тысяч человек в этой группе. Шесть тысяч, шесть тысяч моральных уродов. Я, когда эту группу организовывал, я даже не мог представить себе, что столько людей будет. Представляешь себе? Столько извращенцев. Просто извры, одни извры. Одни извры кругом. Кругом. Ужас. Да ладно, ладно. Это ж каким нужно быть моральным уродом, чтобы в парке, вот в кустах сидеть. И проходящим бабам писюны свои показывать. Просто твари. Просто твари. Довно сидят, сидят в этих кустах. Плащ на голое тело. Ужас. Не поесть, не попить, а пить знаете, как хочется. Во рту Пересокова. Сидишь холодно, комары в жопу кусают. Отвратительно. Уроды. Уроды. Негодяи. Твари. Просто твари. Просто твари. А гомосеков знаете сколько? Гомосеки? Гомосеков просто невинный. Я не знаю. Пруд пруди. Пруд пруди. Самое главное, вот сейчас вот к любому человеку подойди, к мужику, да? Вот он из метро будет выходить, так ему подойдешь, скажешь, пойдем, он пойдет, он пойдет, пойдет. 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 Пусть в автобусе стоять вот так вот ехать, он внизу газету читать. Достанешь, он возьмет. 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 Он возьмет. Возьмет. А раньше такого нет? Не было. Раньше такого не было. Не было. Они там собирались у себя, ну я не знаю, где там, на Китай-городе место было. Это... Там возле этого... Возле кинотеатра «Меридиан». Возле кинотеатра «Меридиан», да, на Плешке, на Плешке, в Калькином садике. В Калькином садике. И там был этот человек 20-30, всех лицо знают. Все знали друг друга. Уже неинтересно. Сейчас просто на каждом углу... Ну это просто ужас. Это просто кошмар. Просто кошмар. Никаких моральных принципов. А в секс-шопах? Что происходит в секс-шопах? Это ужас. Что? Представляете, что там они продают в секс-шопе? Что? Два провода подсоединяются к соскам. Да вы что? И током 220 включают. Ублёнки. Больно невероятно. У тебя глаза выскакивают. Да? Да, и ты, главное, крикнуть ничего не можешь, потому что у тебя во рту шарик вот этот красный. Чуть меньше бильярдного. Ты его языком пытаешься вытолкнуть, но не выталкивается, потому что сзади ремешок-то затянут. Да? А у тебя нос забит. Ты же в парке простудился. Еле дышит. Пошла. Подолки извращенцы. Ублёнки. Ужас. Ужас. А вот это, знаете, вот эта вот чаша появилась. Стол. Стол. Просто стол. Деревянный? Деревянный стол, правда. Мужик, значит, раздевается голый. Догола. Догола раздевается. Ложится на стол. На стол прямо ложится? Ну, прям на стол ложится. За животом? За животом на стол, да. И вот так вот дырка, где вот причиндалы его висят. На месте причиндалов? На месте причиндалов дырка, короче. И он вот туда вот причиндалы свои свешивает в эту дырку. А внизу, внизу, под столом, женщина сидит, женщина сидит. И у нее боксерские перчатки надеты, боксерские перчатки. И она начинает дубасить, понимаете? Да вы что? Она дубасит, понимаете? Да, она дубасит. Просто ублюдок. И значит... Негодяи. И как она дубасит со всей силой? Это почетного жителя города Москвы. Старосту подъезда, понимаете? Старосту подъезда. А эти, представляете, до чего дошли? До чего? Извращенцы. Идут в больницу, платят за это деньги, удаляют себе нижние два ребра. Зачем? Знаете зачем? Чтобы доставлять себе оральные утехи. Да вы что? Так тоже можно? Так нужно! Да вы что? Да. А вот это, значит, госпожа, представляете? Что госпожа? Услуга, госпожа ей. Значит, звонишь. Приезжает женщина такого бальзаковского возраста, ну, я не знаю, ничего особо есть. Взрослая женщина. Ну да, я там не знаю, в детском мире халовой торговать. Просто женщина какая-то. Одевает латексную всю историю вот эту. Ну. Себе вот это все застегивает. И начинается, знаете что? Что? Достает дилда. Дилда. Такое дилда. Тридцать сантиметров, но по ощущениям все сорок пять. Да вы что? Все сорок пять. Я вам отвечаю, говорю. Все сорок пять. Извращенцы. И ужас. Никаких. И она начинает тебя просто... Ну и начинает драть. Просто начинает драть. Дерем. Просто как отбойный молоток. Я главное... Я, главное, поворачиваю, смотрю в глаза ее бесстыжие. А там никаких моральных принципов. Никаких моральных. Ну. А просто вот так вот тебя... Ну. Да. Я, главное, спать лег. Она продолжала все еще это делать. Я еще, когда проснулся, по энергии немного задергался. В общем, никаких моральных. Никаких моральных принципов. Никаких. Ужас. Да ладно. Что далеко ходить? Вот эти, представляете, извращенцы. Ну да. До чего дошли? Да. Жену свою родную, кровну, с которой там по пятнадцать, по двадцать лет прожил. Так. Берут и на свингерские вечеринки вместе идут. Да вы что? Да. Это днем они в театры во всякие, в кафе, в рестораны ходят. А ночью свингерские вечеринки. И меняются супругами. Извините. Меняются супругами. Главное... Вкусно, да? Извращенцы. Извращенцы. И главное, меняются супругами. Ну и смотрят друг на друга. Им неудобно. Они же в жизни друг друга знают. Им неудобно. Я на вас смотрю. Вам неудобно. Мне неудобно. 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 Вы взгляд отводите. А я вашу жену, а вы Марион. И кровать вот эта неудобная. И вообще этот свет... Очень неудобная ситуация. Очень неудобно. Извращенцы. Ублюдки. Негодяи. Уважаемые депутаты, продолжаем голосование по законопроекту о запрете мата на телевидении. Пожалуйста, голосуем. Кто за? Да. Против мата. Никаких моральных принципов. Никаких моральных принципов. Кто за люди пошли? Да. Пойдемте. 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 Скорее говорим. Всем привет. 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 Меня зовут... Серега. Полина. Николас. Десять лет встречаюсь с парнем. Поссорился со своей девушкой. Решили устроить девичник. Недавно дебельнулся из Армейки. В общем, хотелось бы посмотреть Марину Гравец. Дэйд Битлз. Карламова и Батрудинова. Рива из Питера. Эдуарда Сарова. С номером. Дракакула. Колобок. ЗАГСи. ТНТ-4. Поставь. По-братски. Поставь по-братски. Концептуально новый проект ТНТ-4. И твой шанс попасть на телек не только через постель, но и через сайт. Сними на видео, как ты заказываешь любимый номер Comedy, отправь его нам и засветись в эфире вместе с резидентами. Опа. А чтобы юридическая сторона вопроса так и осталась в стороне, твое видео должно начинаться или заканчиваться фразой Снимая это видео, я прошу показать его в эфире телеканала ТНТ-4. Поставь по-братски. С понедельника по четверг в 18.00. Премьера на ТНТ-4.